Жизнь — это такая хрупкая-хрупкая штука. И вот кто знает, может быть, сегодня для меня всё закончится, а может быть, завтра, а может быть, через 60 лет для меня всё закончится. И поэтому нужно хватать именно момент здесь и сейчас. Нужно воспользоваться именно этим моментом, потому что следующего может тебе больше не представиться. Кто знает? Меня мама родила в 35 лет. Я первый ребёнок. Скорее, я желанный ребёнок. Детство это, наверное. Шоколадка Кэтбери. Она такая маленькая, прямоугольненькая. А внутри была наклеечка со зверушкой. Вся стиральная машинка была обклеена этими наклеечками. Лапша Роллтон за 3,50. Жвачка Лав Ис. Есть у меня такая одна фотография. Она такая красивая, в платьице, в веночке. Я там такая серьёзная. Я не любила, я терпеть не могла платье. Я была такой пацанкой. Меня даже так постригли под ёжика. Я общалась только с пацанами, играла только в машинки. Девочки меня, ну вот как подруги, совсем не интересовали. Ни куклы, ни девочки. Меня любили в школе. У нас были постоянные стычки. Мне постоянно приходилось драться. Были две девочки-близняшки. Вот у нас с ними постоянные были конфликты. Но я их не била, скорее на меня набрасывали с толпой. По одному они... Как ты это выдерживала? У меня не было выбора. Я обожаю горные лыжи. Счастье. Это не то слово счастье. Это вот оно и есть счастье. Горы для меня вот это вообще. Но диплом скорее нужен маме, чем мне. Я же понимаю, что отправь меня на производство, я-то всё разрушу. Я читала «Архипелаг ГУЛАГ». Я прочитала его от корки до корки. И он оставил во мне такие несгладимые впечатления. Вот это вот, наверное, и есть искусство. Оно тебя выворачивает наизнанку. А потом я пыталась поделиться своими эмоциями с окружающими. А вы читали эту книгу? Какую? А это фэнтези? Что? «Архипелаг ГУЛАГ»? Да, я ходила по городу и думала, да неужели? Весь город, весь город построен на костях. Весь город построен заключённым. Я сделала недавно такой вывод, что если хочешь что-то сделать, делай это молча. Никому не говори. Просто бери и делай. Потому что обязательно кто-нибудь, какой-нибудь гадость тебе скажет по этому поводу. Как найти тогда своё занятие? А вот этим вопросом я мучаюсь сама и до сих пор. Ну, конечно. Пока я вот как-то не знаю, куда бы податься, чем заниматься. Вот вроде бы кажется, что перед тобой открыты все двери. И вот это такой сложный выбор. Куда бы потратить своё время, куда бы потратить свою энергию, все свои силы отдать, всю душу свою вложить. Пока этот вопрос для меня открыт. Может быть, как-то этот проект поможет мне определиться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok